24 года прошло с момента вывода советских войск из афганского пекла. Страна недосчиталась тысячи сыновей, которые отдали жизнь в международном конфликте. Затем наступило неблагодарное время, когда войну в Афганистане государство забыло. В наши дни современники стараются восполнить этот пробел. По рассказам воевавших, новотроицким призывникам на выбор давали три направления и места службы. Среди них Германия, Монголия, но почему-то большинство новотроичан добровольно шли в Афганистан. Именно там для многих закончилась беззаботная юность, для многих оборвался жизненный путь, для тех, чьи имена теперь носят городские улицы. На третий день был обстрелян наш полк. Я всему рассказываю, потому что, наверное, с этого у меня война-то и началась. Мы, конечно, еще не оперившись, не понимая ничего, потому что те, кто прослужил полгода, все у них отработано, где, что, как, куда бежать, что делать, какие позиции занимать. Когда я увидел, что на серых носилках лежат наши ребята, то во мне что-то такое произошло, что-то сломалось. Я не понимал, как они приехали от своих матерей и от своих отцов, и вдруг им сейчас лететь назад в союз вот в таком виде. Для школьников это возможность узнать об исторических событиях международного масштаба из первых уст, без сухих цифр и дат учебных параграфов. Материал был найти очень сложный. Наша воспитательница Лилина Руна, она ходила и в военкомат, и по библиотекам, и везде бегала, не могла найти никакого материала, информации почти нет об этой войне. Вспоминали на встрече всех новотроицких солдат, погибших в военных конфликтов 20 века, чтобы больше в истории государства не было позорных белых пятен на месте имен его защитников. Субтитры создавал DimaTorzok